Всем доброго дня, это Гелиосор и всеобщая история древнего мира. В двух словах, на пальцах. Параграф 49. Рабство в древнем Риме. Рабство вообще было очень распространено в этих древних государствах, за исключением, наверное, Индии и Китая, где рабства не было как такового. Ну, там просто было гораздо больше людей и больше места. То в древних государствах Африки и Европы рабство было очень распространено. И, конечно, когда Рим вел свои блистательные завоевания, большая часть завоеванных как воинов, так и мирных жителей, они становились рабами. Их брали в рабство. То есть, они теряли свободу, они теряли все права. Причем в Риме они теряли абсолютно все права. Если в Греции, в Египте еще были какие-то права, то есть, например, в Греции нельзя было убить раба, то в Риме можно было сделать все, что угодно. Просто все. Вот все, что вы могли захотеть, вы могли делать с этими рабами, все, что угодно. И ничего вам за это не было. Рим и вся практически Италия была наполнена рабами. Они работали в огромном количестве. Завоевывая те или иные земли, эти земли становились провинциями. Туда назначался наместник от Рима, чаще всего один из сенаторов, который управлял этой самой провинцией. Наместники в основном безнаказанно грабили провинции. Когда римляне захватывали территории, они забирали себе все самое ценное. Каменоломни, рудники, какие-то самые удобные земли, самые хорошие, большие стадо. Они забирали себе все, что им нравилось, оставляя местным жителям, вне зависимости от того, что Рим обещал, оставляя им только самое такое средненькое или вообще плохое и скверно. А если кто-то что-то возмущался, ну так римская армия быстро разъясняла заблуждающимся всю глубину их заблуждений. И появлялись новые рабы. Естественно, что это уцелевшее население еще и облагали высокими налогами. А неплательщики так просто продавались в рабство. И все. Богатые римляне владели несколькими имениями, то есть большими территориями земли, на которых стояли большие дома. Но при этом эти дома, они занимали небольшую территорию, а вся остальная территория, она обрабатывалась. Обрабатывалась рабами. То есть там выращивались виноград, оливки, зерно, какие-то фрукты, овощи. То есть земля обрабатывалась, выращивались урожай, только выращивали эти самые урожаи рабы. Сами рабы, естественно, о них там никто особо не заботился. Им выдавали всего ничего еды. Им выдавали буквально там одну какую-нибудь, один кусок ткани на одежду, всего лишь. Вот. И все. На ночь их запирали в тщательно и крепких таких комнатах или просто ямах, сверху которых опускалась крепкая решетка. Вот. И в этих самых ямах эти рабы были вынуждены сидеть всю ночь. Вот. А так они в основном работали. Таких имений у богатых римлян могло быть несколько в разных частях страны. И появлялись в этих имениях эти богатые римляне нечасто. В основном они проводили свое время в городе. Ну, или в каком-то из ближайших городов, если не в самом Риме. За рабами присматривал другой раб, который и был, его назначали как бы вот надсмотрщиком. Вот. Вот он и присматривал за всеми остальными. Естественно, что за своей должностью он тщательно следил. Потому что другие рабы такого раба, начальника, они его, конечно же, не любили. И тот, естественно, платил и другим отсутствием любви. Вот. Поэтому достаточно было так удобно. Рабы в любую погоду работали от зари, то есть от восхода до заката солнца. Даже долгими зимними вечерами, когда нельзя было работать в поле, они либо плели корзины, великой веревки, обчесывали рукоятки из дерева для лопаты, мотык. То есть фраза была такая. Раб должен трудиться или спать. Все. Потому что раб – это была вещь, которая должна работать. Все. Но это была жизнь, так сказать, рабов в имениях. Самым худшим, самой худшей судьбой была жизнь рабов, которых продавали в каменологии или шахты. Там это была просто смерть, потому что там был очень невообразимо тяжелый труп. Были рабы, которые работали в домах, то есть это были рабы-слуги. Естественно, что у таких рабов все-таки жизнь была получше. Так тяжело, как в полях или в шахтах, работать в домах не заставляли. Хотя все равно это были рабы, с которыми могли сделать все, что угодно. Их могли продать даже в те же шахты или просто убить прямо на месте. Вот и все. Если раб заболевал, то от него могли просто избавиться. Был специальный остров на реке Тибр, куда свозили безнадежных больных рабов, оставляли их просто там. Выживут, ну их проблемы не выжили, ну и все, и славненько. Естественно, что никакой еды им там никто не оставлял. За малейшую провинность рабов, конечно, били, причем любых, неважно, в шахтах, в полях или в доме. Вот это было неважно. Естественно, что в основном среди слуг были образованные рабы, чаще всего это были рабы-греки. Вот, потому что лечил хозяина раб-врач. И если раб-врач ошибался, его убивали. Причем часто мучительно убивали. За книги отвечал раб-библиотекарь, который тоже очень был много и тщательно следить за этими книгами, иначе его могли наказать. Под диктовку хозяина писал раб-секретарь. То есть рабы окружали римлян везде. Вот, также был еще один вид рабов, самый сильный и ловкий, они отправлялись в особые школы, где их обучали владеть оружием. Причем в эти школы шли не только рабы, туда иногда и бедняки из свободных римлян приходили, потому что судьба таких рабов их называли гладиаторами. И они выступали на аренах и дрались на этих специальных аренах между собой, веселяя зрителей, которые сидели на этих самых арене чуть выше. Вот, они должны были сражаться один на один или отряд против отряда. В Риме и во всей Италии было достаточно большое количество таких арен, они назывались амфитеатры, вот, для вот таких вот гладиаторских игр. В дни представлений амфитеатр всегда был полон, потому что эти сражения были кровавыми. Проигравший гладиатор чаще всего умирал, убивался победителем прямо на песке этой самой арены. Это были очень жестокие состязания. Но, все-таки, тот раб, который оказался победителем, особенно победителем был часто, он имел славу, его знали, и, в принципе, жизнь у него была достаточно хорошая. Может быть, он не имел возможности там, не имел полной свободы, но, в принципе, он мог даже завоевать свободу выступлениями на арене. Так что, судьба гладиаторов была не самой плохой. Что ж, объясните значение слов. Имение. Имение – это территория земли, которая находится где-то на каком-то расстоянии от города, которая принадлежит, вот вся эта земля, эта территория, она принадлежит одному хозяину, где, в принципе, есть и дом хозяина, но не обязательно, что хозяин там живет. В этом самом имении чаще всего большая часть рабы, которые обрабатывают землю, выращивают урожай и прочее. Амфитеатр. Ну, это специальное место, специально построенное место, где была как огороженная площадка для выступлений, так и специальные сиденья для зрителей. И там проходили различные выступления. Гладиатор – это раб-воин, который сражается на арене, амфитеатре, с другими такими же гладиаторами или дикими животными для развлечения зрителей. Проверяем себя, какими способами римляне принуждали невольников к тяжелому труду. Дело все в том, что если невольник отказывался работать, его просто убивали, его не кормили. Там было очень много способов. Какие обязанности были у рабов в богатом доме? В богатом доме обязанности, конечно же, были как у обычной прислуги, то есть уборка, готовка. Ну, это у таких более простых рабов в доме, у более таких рабов, которые прошли какое-то обучение. Вот это могли быть там раб-секретарь, который вел записи, раб-библиотекарь, который следил за книгами, раб-врач, который, собственно, лечил хозяина, а мог лечить его родственников, его семью, ну или даже некоторых других рабов, если на то был приказ хозяина. После каких событий в домах римских богачей появились образованные рабы? После завоевания Греции, особенно после подавления бунта и восстания в Каринфе.